Комфортная городская среда это не только тенистые скверы и фонтаны на площадях. Но такие бы вроде нехитрые приспособления, как пандусы в многоквартирных домах, которые существенно упрощают жизнь как жильцам, передвигающимся при помощи инвалидного кресла, так и мамам с детскими колясками. Однако, чтобы такое приспособление появилось в подъезде, граждане порой вынуждены обращаться в самые разные инстанции. Причем зачастую многие даже не знают, куда звонить и писать. Наш корреспондент разобрался в этом вопросе. В многоэтажке на улице Зинаиды Конопляниковой львиная доля жильцов молодые родители. Но есть и инвалид-колясочник, поэтому необходимость пандуса в подъезде назрела давно. По словам сторожилов, много лет назад он там был, но его за ненадобностью демонтировали. Граждане обратились с этим вопросом к своему депутату Дмитрию Нечаеву и в управляющую компанию. К решению проблемы подошли основательно. Поступила заявка жителей поставить пандус для инвалидной коляски и для детских колясок. Приобрели швеллер 14-й, именно чтобы угадать в размер с инвалидной коляской и с детской коляской. Его установили, соответственно, покрасили. Даже те, у кого в пандусе нет необходимости, оценили, что конструкция сделана добротно, в отличие от прежней. Отметили, что никому не мешает. А здесь сварщики оказались сваривами и делами, чтобы вот так лежало. У него бора была здесь. А где были люди? Упёрлись ещё? Да, это конструкция. Это более капитально сделано. В данном случае хлопоты по установке и обслуживанию конструкции, как общедомового имущества, взяла на себя управляющая компания. Безусловно, этот пандус облегчит жизнь как молодым мамам с колясками, так и тем жильцам, которые передвигаются при помощи инвалидных колясок. Мы сегодня очень много говорим о создании безбарьерной среды в нашем городе. Пандус позволяет не поднимать молодым мамам коляски на руках, не таскать до лифта, например, или до лестничного марша, а спокойно за ручку потянув эту коляску поднять на лестничную площадку. Ну и отдельно, конечно, это удобство для людей с инвалидностью, которые инвалидов-колясочников, которые тоже получают возможность подниматься без даже помощи посторонних. Установка пандуса таким путем – это лишь один из вариантов. Но в любом случае для этого нужно инициировать собрание жильцов, собрать подписи об их согласии, все запротоколировать и нести бумаги в управляющую компанию. Еще один вариант установки пандуса – в рамках муниципальной программы. Как нам пояснили в администрации города, для этого нужно также инициировать собрание жильцов, собрать подписи, обязательно определить два пункта о включении пандуса в общедомовое имущество и его содержании, и финансировании его содержания, затем написать обращение в департамент ЖКХ, приложить все бумаги, а также копию паспорта и справки того человека, который в этом нуждается. Срок рассмотрения заявки – 30 дней, но первый шаг – это оформленная инициатива собственников жилья.